Ну а мы продолжаем тему уже в нашей студии, тем более, что к нам присоединился уже наш сегодняшний гость на студии. Сегодня ректор из Икненской технологической академии, руководитель рабочей группы празднования столетия Латгальского конгресса, Эдмунд С. Тейрумник. Добрый вечер. Телефоны прямого эфира 6-7-200-232, так что если вам есть что сказать или у вас есть какой-либо вопрос, то пожалуйста звоните. Ждем звонков от наших телезрителей из Латгалы. Ну что же, Эдмунд, начнем наш разговор. И поскольку вы являетесь ректором Резыгненской технологической академии, хочется узнать, а какое участие в праздновании столетия Латгальского конгресса принимает ваше учебное заведение? Ну надо отметить, что уже сама идея в 1992 году, это когда проводилось первое мероприятие, связанное с первым сбором латгальцев, если так можно сказать, связанное может быть чуть меньше с конгрессом, который проводился в 1917 году. Та идея была тогда такова, что надо в Резыгне для Латгали создать высшее учебное учреждение. И в принципе это была первая идея, когда и понемножку потом началось уже дальнейшее сотрудничество между разными инстанциями по созданию Резыгненской высшей школы. И то есть напрямую мы являемся, скажем так, сейчас уже как академия, те, которые свои позитивные плоды уже, как говорится, в то время не только заработали, но и несем дальше. Что касается уже следующего, что мы на данный момент делаем и как пытаемся включиться в процесс празднования или подготовки, то это, конечно, научные конференции, которые тоже, скажем так, по латгалистике у нас проводятся. Ну, в этом году у нас тоже была конференция, но самая основная работа, конечно, была уделена для подготовительной работы, чтобы конгресс, который уже будет праздновать в этом году 100 лет, как говорится, отмечали по серьезному, по значению для государства и так далее. Ну, то есть на данный момент, конечно, это не только одно из мероприятий, но и у нас есть уже другие тоже мероприятия, которые проводятся. Это вместе с Министерством регионального развития и окружающей среды мы на данный момент уже проводили тоже несколько мероприятий. Скажем, 25 ноября прошлого года был дискуссию форум, форум дискуссии, где встречались представители министерства, работодатели, предприниматели. То есть всякие, скажем так, разные люди, которые заинтересованы в развитии Латгалии и Латвии. Эдмундс, может, вы можете прояснить нашим телезрителям, может быть, не все знают, может быть, нашу передачу смотрят и подростки, которым нужно узнать, что же происходило 100 лет назад в Латгалле и почему настолько внимания к Латгальскому конгрессу приковано? Ну, если исторически смотреть, то, конечно, это было достаточно тяжелое время для всего мира, Первая мировая война и многие вопросы, которые с этим связаны. Ну и, конечно, надо отметить, что именно вот этот конгресс, который проводился в Резакне, был тот, где латгальские представители сказали, что мы, как латгальский народ, едино с другими регионами и народом, ну, скажем так, с другими латышами, это Витзема и Курзема. И, в принципе, там было принято решение, что мы отделяемся от Витебской губернии и входим в общий состав Латвии. И, в принципе, тогда, можно сказать, это была первая идея, что надо объединяться и создать независимое государство, которое потом уже создалось. Ну, вот Латгала всегда считалась таким особым регионом, там есть и свой язык, и даже своя какая-то внутренняя такая особая культура, впитавшая в себя традиции разных народов. Вот на Ваш взгляд, как на взгляд латгальца, удалось ли за эти сто лет в полной мере стать частью Латвии? Или все-таки по-прежнему Латгала считает себя вот таким особым, даже обособленным регионом, может быть, в каком-то таком культурном значении? Ну, то, что относится, что культура, это, наверное, можно сказать, реально отличается от той, которая по всей Латвии, как у нас принято, или в Курзами, или в Витзами, или в Зэмгалой. Ну, конечно, эти нюансы, я думаю, те, которые есть у нас в Латгале, это делает нашу культуру и богаче, и, скажем так, может быть, даже больше во многом, ну, скажем, особенностью своего регионального языка, и как не только туристам, но и другим, скажем, тем, которые из Латвии к нам проезжают или в Резакна, или в Даугопилс, и не только, и посвящает наши мероприятия. Ну, я думаю, конечно, то, что было когда-то запланировано, нельзя полностью сказать, что это внедрено. Но есть нюансы, скажем так, ну, и вы слышите, и с письменностью, которая там у нас делится на строда и не строда, ну, и так далее. То есть всего хватает, но я думаю, вы видите, как в культурном аспекте достаточно быстро за последние 15 лет ушли наши исполнители песни, и не только на разных конкурсах и в Латвии, и не только мы получаем и призовые места, и, скажем так, наша музыка нравится. Мы знаем замечательную группу Балты и Лачи. Ну, не только Балты и Лачи. Не, ну, Балты и Лачи, конечно, они, наверное, те, которые на данный момент считаются у нас самые такие самые. Давайте привем телефонный звонок, поговорим с нашим телезрителем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я считаю, что Лачья слишком бедная страна для того, чтобы праздновать столетие несколько лет подряд. Лучше бы спустили деньги на медицину. Спасибо. Спасибо за звонок. Тоже такое мнение, действительно, там, по-моему, больше 100 миллионов, если я не ошибаюсь, евро на все про все. Ну, я вот точно вам не смогу ответить, сколько миллионов, но я знаю, что в пятницу, когда у нас в Резакной пресс-конференции проводилась и были представители Министерства культуры, то на все празднования выделяется 22 с чем-то миллиона евро. Ну, то есть это не 100 или не 60, как мы считаем. Ну, я не знаю, то, что касается, скажем так, этого мероприятия и сопровоздающих, конечно, можно сказать, что это и дорого, но с другой стороны, надо смотреть, что эти мероприятия нам даст на будущее. То есть это, я думаю, привлечение международного общества, как, не только как туристов, и, скажем так, на то, как посмотреть, как у нас организуются и проводятся эти мероприятия. Ну, я думаю, самое важное, это привлечь внимание для того, чтобы и инвесторы, потенциальные инвесторы посмотрели чуть по-другому, может быть, на нас, если на данный момент, может, они, ну, думают или вкладывать деньги здесь или нет, ну, через, я думаю, всякие такие мероприятия можно позитивно себя показать. Ну, и здесь я, как со стороны высшего образования, на это позитивно смотрю, и у нас тоже были дискуссии и с самоуправлениями. Ну, то есть, ну да, цифра большая, конечно, нужды есть другие, и, ну, я думаю, в молодежь и в рекламу вкладывать это здесь не мешает. Ну, вот сейчас будет праздноваться 100-летие Латгальского конгресса, отмечались наверняка и другие круглые даты, возможно, 5 лет назад или 10 лет назад. И вот, вспоминая тот опыт, получили ли Латгальский регион какой-то экономический толчок к развитию за счет празднования в предыдущие годы? Ну, если мы говорим о праздновании Латгальского конгресса, то, наверное, официальных таких празднований даже и не было. Здесь вот только на данный момент, вот то, что будет в этом году, как столетие, это, наверное, первый такой праздник, который, ну, публично и так, скажем так, достаточно открыто будет праздноваться. Раньше, конечно, проводились, я уже говорил, 92-й, 2002-й, 2012-й год, конференции или сборы Латгальцев, как назывались, но там, скажем так, тематика и направление чуть другое было. А здесь, конечно, нам надо вот по этому конгрессу посмотреть, что мы сделали в сфере народного хозяйства, права, скажем так, религии, культуры и так далее. И что мы планируем, ну, не скажем на сто лет будущих, но, скажем, на какое-то определенное время в будущее, потому что это тоже важно. И есть идея такова, что этот конгресс будет тоже такая, как опора, опора, скажем, для того, чтобы сделать, ну, серьезный документ, который можно было уже преподнести правительству и президенту, и основные, скажем так, дальнейшие шаги, которые здесь будут приняты, чтобы внедрялись и в жизнь. Эдмундс, а что для вас значит быть латгальцем? Ну, скажем так, если серьезно, над этим даже не задумывался. Ну, что значит, в принципе, первое, это, если так можно выразиться, локальный патриотизм, потому что мы видим, что если мы говорим о народах, которые достаточно малы по численности, то многие исчезают, это достаточно быстро, особенно при нашем, скажем так, темпе развития, если брать международные нюансы. Но регионально, конечно, это, я думаю, каждый латгалец, особенно тот, который старается работать для региона, и даже пусть он не в Латгалии живет, но помогает, и, скажем так, это и идеи, и, ну, ладно, про деньги, может, на данный момент не будем говорить, но самое главное, чтобы латгалец был тот, и я тоже поэтому остался в регионе и в Резакной живу на месте, чтобы кто-то мог дать больше, чем, скажем так, просить другому, чтобы преподнесли. Это, я думаю, самое главное, и поэтому, ну, если честно, трудно ответить на такой вопрос. Вот есть какая-то общая черта характера, свойственная всем латгальцам, которые вы могли бы выделить? Ну, многие говорят, что достаточно много между собой пытаемся ссориться, это, это может быть и не так, но, ну, на латышском это спит, ибо на русском все равно даже вылетело. Упрямость. Упрямость, да, правильно, и я думаю, многим, многим-многим есть. В принципе, может быть, на данный момент молодежь это теряет, но то, что, вот, скажем так, мое поколение и старше, ну, это чувствуется. Особенно те, которые живут в сельской местности, это особенно выделяется. Ну, такая, ну, есть даже, скажем так, ну, не выражение, а так многие говорят, латгальская упрямость, я думаю, это. Ну, и упрямость, и вес милы, ибо это гостеприимство. Гостеприимство, да. Которое, кстати, сказать, мы тоже смогли оценить, лично у меня, я думаю, так же, как и у тебя, Андрей, при слове латгалы, при слове резык, у нас всплывают самые приятные воспоминания. Но здесь самое интересное, что мы это еще раз прочувствуем предстоящей весной. Именно к этому я и подвожу, что летом у нас уже был опыт марафона, пятичасового марафона в прямом эфире программы «Жизнь сегодня из резыкна». Что-то подобное, посвященное столетию латгальского конгресса, мы вновь готовим для вас, наши дорогие телезрители, но уже в мае, когда будет праздноваться эта дата.